У минулую субботу старшиня Гомельского облаканкама Геннадь Соловей провел промую телефонную линию. За три годины он отказал на 41 питание. Наши корреспонденты ведают, об чем ишла размова. По переднюю промую телефонную линию старшиня облаканкама проводил у Снежни минулого года. Тогда он разглядывал 44 питания. Это, саправды, эффективный метод работы с насильством. Знос незаконных побудов, организация выездного гандлю, выделение земельного участка для створения фермерской господарки, ликвидация запозиченности по зарплате, полепшение транспортных взнос на усильской мясцовости. Тема-така питания, с якими можно звернуться до керовника в области, не обмежевывается. Жахару Гомельского микрорайона «Хутер» текавець будовництва тут школы. Район новый, отповедный молодежь мат, але навучальные установы по кульняма. Геннадь Соловей заповнивает. Школа будет. Ваша школа будет нового проекта, нестандартная. Почему? Потому что сейчас в государстве ставится задача учитывать все вот эти желания детей, учителей, родителей. Поэтому мы разрабатываем проект «Деньги у нас есть». Еще одно питание с того же микрорайона – работы дитяших садов. Зараз же хары вводят детей у четыре установы, которые находятся относительно недалеко. Але проблема наводне у гэтым. Только один сад працует зручно для батьков – с 7 ранницы до 19 вечера. Остатние три закрываются о полове шостой годины. Поспеть с работы, особливо, коли она находится в другом районе города, практически немогчима. Я даже знаю случаи, много таких, когда они просят своих соседок «забери, пожалуйста, своего и прихвати моего, а я приду заберу». Пожелание мам хутора в большинстве своем, чтобы такие сады были в режиме с 7 до 7, чтобы их было побольше. Потому что в один сад всех деток вместить, к сожалению, невозможно. Еще один звонок из Октябрьского района. Работница одной из ферм поведомила об фактах безгосподаршести. Техника у приватности кормораздатчик не працуя, самих кормов не хапая, а у сестра декомпенсуется за кошт работников. Теперь ферму в Охоле обещают закрыть, что одразу добьется на добробытие вязковцев. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Помогите нам. А что там ферму закрываете в шкафе? Она же один раз кормится. Какое там молоко можете вырабить с этим директором моей селки? Техника их коров не закрывает. Кормите три раза и мне будете докладывать. Спасибо вам большое, Геннадий Михайлович. Стиль работы Геннадия Славяя, как старшине Аблвыконкама, когда вопрос можно вырошить худко, одразу дается доручение по сотовым телефоне. Как у наступного случая. Гамельчанка, Жахарка дома номер 4 по улице артиллерийской, поскорбилась, что водопроводная вода у ее квартиры часто бывает и ржавой. Про из некоторых минут после звонка до ее выехали специалисты. Едьте, разбирайтесь и на месяц потом мне доложите. Сегодня пройдет к вам разберутся, что это вода и в чем проблема. Спасибо огромное вам. До свидания. И еще один адрес, который оказался в поле сроку старшине Аблвыконкама под час промой телефонной линии. Жахарка домер номер 112 по улице Богдана Хмельницкого выказала подяку работникам коммунального предприемства «Советское». Сюда звернулись люди с просьбой провести добру парадку о недворовой территории. Коммунальники зареаговали худко. На минулом тенье тут не только навели парадок, а и открыли детскую гульневую пляцовку. Олег Синчеров, Евгения Кухарон, Евгения Макеенко, телерадио компания «Охомель».